Братья просят представиться. Меня зовут Александр, я из Днепропетровской области, пресвитер церкви, такое служение. И здесь вот Господь позволил быть в общении. Хочу, друзья, вместе с вами радоваться этому празднику. Это Господень праздник. Мы вот вчера праздновали преображение Господне. Братья и сестры, когда церковь стала на путь независимого служения Господу, души преобразились, церкви преобразились, в церквях молодежь, дети. И это служение, очищение, оно принесло победную жизнь, оно принесло добрый плод во славу Господа. И мы сегодня отмечаем этот праздник и Господу приносим славу и благодарим его. Друзья, я желаю прочитать текст один, и мы порассуждаем, сколько Господь позволит. Послание Римлянам, 7 глава, прочитаем с первого стиха. Разве вы не знаете, братья, ибо говорю знающим закон, что закон имеет власть над человеком, пока он жив. Замужняя женщина привязана законом к живому мужу, а если умрет муж, она освобождается от закона замужества. Поэтому, если при живом мужа выйдет за другого, называется прелюбодейцею. Если же умрет муж, она свободна от закона и не будет прелюбодейцею, вышедшей за другого мужа. Так и вы, братья мои, умерли для закона телом Христовым, чтобы принадлежать другому, воскресшему из мертвых, да приносим плод Богу. Ибо когда мы жили по плоти, тогда страсти греховные, обнаруживаемые законом, действовали в членах наших, чтобы приносить плод смерти. Но ныне умерши для закона, которым были связаны, мы освободились от него, чтобы нам служить Богу в обновлении духа, а не по ветхой букве. Братья и сестры, молодежь, я хочу обратить внимание в этом тексте на слова, «Мы умерли для закона телом Христовым, чтобы принадлежать другому, воскресшему из мертвых, да приносим плод Богу». Вот в этом коротком тексте открывается взаимосвязь. От того, кому принадлежим, такой будет и плод, такая будет и жизнь. Сегодня немало у верующих людей, вот когда приходится бывать и в нашем братстве и в других общинах, где приглашают поучаствовать в слове. Одна проблема стоит. Человек не находит в своей жизни плода святости, хотя, кажется, и желает. И тогда, когда приходится исследовать эту проблему, открывается вот эта взаимосвязь. Кому человек принадлежит, какому господину, вот такая будет и жизнь, такой будет и плод. Братья и сестры, кому может человек принадлежать? Человек может миру принадлежать, и мир является господином для него. Сегодня у подножия этого господина вся мирская молодежь лежит в растлении, в сквернах этого мира, в ужасном состоянии. Человек может принадлежать плоти своей. Бог их чрева. Они мыслят о земном, отсюда и жизнь плотская. Ну и кто-то принадлежит Господу, отсюда плод святость, отсюда доброе поведение, жизнь, которая радует Господа. Братья и сестры, нам бы хотелось, чтобы наша жизнь, она была бы плодонослой, она бы радовала Господа, чтобы в церкви от нашей жизни благоухание было, чтобы церковь радовалась, смотря на нашу жизнь. Откуда это происходит? Нам надо тщательно проверить, кто у нас хозяин. Если мы посмотрим по примерам Писания, апостол Павел в 3 главе филиппийцам так пишет из 7 стиха. «Но что для меня было преимуществом, то ради Христа я почел счетою, да и все почитаю счетою ради превосходства, познания Христа Иисуса Господа моего. Для Него я от всего отказался, и все почитаю за ссор, чтобы приобресть Христа». Вот у апостола Павла был опыт жизни, умереть для себя, от всего отказаться, чтобы принадлежать Господу, чтобы его достигнуть, чтобы жизнь Христа в нем проявлялась. И это у него получалось. Хотя он сказал, что я не почитаю себя достигшим, но в то же время он сказал, уже не я живу, но живет во мне Христос. И действительно, никто из нас не может сказать, что я уже достиг, мне больше ни в чем не надо расти, совершенствоваться. Это неправильно будет. Почему? Потому что у нас двоякое положение есть в отношении освящения. Мы уже освящены единократным приношением Иисуса Христа, но второе положение написано «святой», да освящается еще. Это в практике жизни, чтобы Христос, Его качества яснее и яснее проявлялись в нас. В одной церкви пришлось посетить одну семью. Они не так давно уверовали в Господа, возраст уже выше среднего. И вот у них не получается приносить добрый плод, любви, служения друг другу. Вот у них какие-то недопонимания с женой, ссоры. И они спрашивают, в чем у нас проблема? Я так люблю Господа, говорит жена. Я так хочу Ему угождать. Я так хочу, чтобы свято жить, а у меня не получается. Начали мы исследовать, беседуем, помолились. Расспрашиваю у мужа, расспрашиваю у жены. Ну из-за чего у вас ссоры? Ну вот жена говорит, муж меня не понимает. Ну а вы, брат, что скажете? Ну вот она меня не понимает. Ну почему? Вот ей надо и то, и то купить. Постоянно мы в долгах. Она деньги тратит не туда, куда надо. И вот у нас проблемы из-за этого. А она обижается на него. Говорит, прошу у него купить корову. А зачем вам корова? Ну как зачем? Ну молоко будет. У нас же внучата уже появились. Надо же им молочко. Ну хорошо. А остальное куда молоко девать? Корова-то много дает молока. Внучата не выпьют. Ну как? Ну продадим на базаре. А деньги куда? Ну у меня будут, жена говорит. И вся проблема у нее не забота о внучатах, а карманные деньги иметь. И быть независимой от мужа в финансовых вопросах. И хочется на рынке купить. И то ей нравится, и тряпки какие-то, и то, и другое. Оно и не нужно уже в жизни. Полный дом этих всех вещей. Все необходимое для жизни есть. Но человек служит этому. Господин такой. И Господин требует. Находи способы, чтобы решать эти вопросы. Попирай Слово Божье. Попирай порядок в семье. Ты должна решать. Вот независима должна быть. И не получается в духовной жизни тогда. А когда человек Господином избирает Господа, и Его Слово принимает для руководства в своей жизни, все получается. И удивительно, почему у других получается, а у других не получается. Вот апостол Павел, как он еще свидетельствует о своем служении. Деяние апостола, 27 глава. Здесь так он пишет, 23 стих. Ибо ангел Бога, которому принадлежу я, и которому служу, явился мне в эту ночь и сказал, ну, сказал, что никто не погибнет, когда они в трудных обстоятельствах были, шторм, кораблю угрожает гибель, людям смерть угрожает, и Павел ободряется их, чтобы принять пищу. И что? И говорит, ангел Бога, которому принадлежу я, и которому служу, явился мне в эту ночь. Вот так было в жизни апостола Павла, которому принадлежу сначала, а потом которому служу. Если наше служение проистекает из нашей принадлежности Господу, если мы это делаем, исходя из того, чьей мы собственностью являемся, братья и сестры, добрый плод будет в нашей жизни. А когда человек своевольно живет, не покоряясь Господу, тогда вроде бы и борется за правду и одни раздоры, неустройство. И спрашивают брат, ну, почему меня никто не понимает в церкви? Я же за справедливость, я же за правду. А получается разрушение и непорядок, и нет устройства, потому что жизнь по плоти. Апостол Павел так писал дальше, вот филиппийцам, говорит, подражайте, братья, мне, и смотрите на тех, которые поступают по образу, какой имеете в нас. Ибо многие, о которых я часто говорил вам, а теперь даже со слезами говорю, поступают, как враги Креста Христова. Их конец погибель, их Бог чрева, и слава их в сраме, они мыслят о земном. Братья и сестры, модерный настрой, настрой пожить для себя, это дух мира. И этот дух мира, вроде бы на первый взгляд не опасный, завладевает умами и душами. И это было издревле еще, когда верующие люди мыслили о земном. Земные цели, земные ориентиры, поудобнее устроиться, а что происходит вокруг, а грешники гибнут, мало таких людей интересовало. Правда, они благовествовали. Апостол Павел раньше о них говорит, что они по любопрению, не чисто проповедуют. Да, но цели какие? Усугубить тяжесть уз апостола Павла и искать своего, а не того, что угодно Господу. Братья и сестры, мне пришлось однажды встретиться с одной религиозной женщиной. Я бы ее назвал истинно православной. Вообще, вот многие люди называют себя православными, они даже не соответствуют этому названию. Библию никто из них не читает, обрядов своих не исполняют, в храмы не ходят, праздников своих не знают, значения их не знают, просто название и все. А вот эту женщину встретил, она все праздники знает, Библию читает регулярно, подчеркивает такие тексты, золотые мысли, вот регулярно. Ей даже сатана явился, говорит, не читай Библию, сойдешь с ума. И вот, когда мы встретились с этой женщиной, она обратилась за помощью там и говорит, окажи помощь, я молиться за тебя буду. Я говорю, вы верующие? Говорит, да. Начали беседовать, оказалась она настолько искренним человеком, но не понимающим истину. И Библия, конечно, дает обетование, кто есть человек, боящийся Господа, ему укажет Господь путь, который избрать. И вот этой богобоязненной души Бога открывает путь. И мы вот с ней стали встречаться иногда и беседовать. И я вижу, ее Слово Божие касается. Она вот хочет угодить Богу и боится прийти на собрание к нам. Говорит, не буду ли я грешить этим, что я приду? Я говорю, не бойтесь. Господь сказал, не оставляйте собрание, значит, вы не будете грешить. Она все-таки боится. И однажды мы встречаемся с ней, и я ей говорю, давайте мы помолимся, чтобы вам Господь открыл, что происходит в православном храме. Ну как что, там служение Богу происходит. А я вижу, что она не понимает этого. И мы помолились, прямо на работе, где я работал, вместе помолились. Через месяц она приходит, рыдает, плачет. Говорит, такие вещи страшные стали открываться, что там в храме происходит. Я, говорит, в ужас пришла, что мне теперь делать? В итоге она уверовала, покаялась, пришла, исповедалась, с идолами расправилась там, и все, и приняла крещение. И вот теперь мне пришлось у нее в доме побыть. Она в другой местности, на юге сейчас живет, уехала к сыну туда, в нашем братстве в церкви. И вот приехал я к ней, она там уделила свою комнату, и сама ушла, значит, к другой сестре жить, а я, чтобы мог на лечении там быть. И вот она распорядилась, говорит, продукты вот здесь в холодильнике, мясо, все, кушай, и пошла сама. Через несколько дней она приходит, открывает холодильник, а мясо оказалось целым. Она расплакалась, я прихожу домой, что такое случилось? Она говорит, почему ты мясо не съел? Да, говорю, не нужно мне. Да как же это для тебя? А я на нее смотрю, думаю, ну как эту старушку, вот переживала бы, ну вот другие переживают, вот съели мясо там, съели продукты, да, нету больше. Она переживает, что не съели. Вот я у нее расспрашиваю, как у вас служение, как вы вот для Господа живете? Она говорит, я лежу в 4 часа утра, просыпаюсь, а у меня мысли. Слушай, у тебя же ноги ходят, тебе 70 лет, а у тебя ноги ходят. Ты еще мало трудишься для Бога. Она говорит, я принимаю решение еще один день посвятить для Господа. И говорит, теперь каждый вторник я хожу целый день по городу, в свои 70 лет раздаю трактат и приглашаю людей на богослужение. И это кроме библиотечного служения, это кроме служения постом и молитвой, это кроме других, день у нее для посещения больных. И я думаю, какая жизнь красивая в этой сторице, как она удаляется от греха. Когда я за одну семью проблемную спросил у нее, она даже не стала говорить. Ну, я так ей немножко напомнил, что я в курсе за эту семью, мне приходилось с ними встречаться, беседовать, знаю их переживания. Когда она убедилась, что я там участвовал в этом, тогда она немножечко аккуратно сказала, да, есть трудности. А так боится осудить, оклеветать. Я думаю, ну, насколько страх Божий, насколько вот жизнь святая, плод Богу есть. Отчего это? Полная посвященность Господу, принадлежность Христу, чтобы воскресшему принадлежать. И отсюда плод Богу. Сколько христиан есть без плода, без победы в жизни. Отчего? Бог чрева. Мысли о земном, мысли о том, как удобнее устроить себя. Иногда завладевают молодыми умами, мысли, высшее образование приобресть. Мы вообще-то не против высшего образования, но это должно быть под Божьим руководством и водительством. Может быть, единицы, кому-то это и нужно, но не всем подряд. Мне с одним служителем пришлось встретиться, а он перешел в наше братство из братства всех Б. И так он исповедовался, делился и просил меня, говорит, будешь всем говорить, где найдешь нужным. Вот как в моей жизни было, что я так хотел получить высшее образование. А юноша, молодой, отдать бы годы свои на служение Богу, нет вот высшее образование. Любой ценой поступает в институт, учится. А это было в советское время еще. Проучился он три года. Приходят сотрудники спецслужб и говорят, слушай, ты хочешь закончить институт до конца? Ну, разумеется, жалко, три года уже истратил. Ты должен нам помочь. Вот так, чуть-чуть, немножечко вот эти вещи нам скажешь, и все, и больше ничего. Он отказался. Страшно стало. Они сделали его отчисли от института. А цель-то стоит впереди. И достичь хочется того, что поставил перед собой цель. Он уезжает в другую область, в другой город крупный. Там поступает снова в институт и учится. Остается один год. Опять приходят люди со спецслужб и говорят, а ты что, думаешь, мы не знаем твоего прошлого? Ты думаешь, мы не знаем, как у тебя раньше было? Ты должен нам вот это, вот это. Иначе ты не закончишь учебу. И он согласился. Согласился. На самое маленькое согласился. Ну, понятно, они с этого начинают. А когда дело больше пошло, он увидел, попал в сети. Что делать? Он тогда приходит в церковь, на членском собрании, встает со слезами, признается, братья, сестры, я предатель. Я вот так, вот так сделал. Ну, это все еще было в том братстве всех Б. И он раскаялся. Но ему как раз уже пришло время заканчивать учебу. Он закончил учебу. Отсылают его работать по направлению. И ничего в него не получается. Там нужно было сдавать линию электропередачи, которую он устроили. Он начальник, надо руководить. А линии еще в помине нету. А надо писать в Москву отчет, что уже построена линия, запущена. Все работает. Он говорит, да как? Это же неправда. Ну, ничего же нету. Пиши, потом будем строить. И он вот это мучился в душе своей, мучился, бросил все, раскаялся и стал искать узкий путь, искать, чтобы посвятить жизнь Господу. И когда мы были с ним в одной церкви по служению очищения, он так душой это воспринял. Говорит, брат, вот это мне надо. Вот я хочу, вот это, чтобы в этом пребывать. Если бы еще возможность была где-то поучаствовать в таком служении, братья и сестры. И принадлежность вот эта, она действительно как-то руководит в жизни человека. Кому человек отдает себя в рабы, того он и раб. Такие и плоды созревают. Либо плод смерти, либо плод для воскресшего. И сегодня Господь приглашает каждого человека, чтобы жизнь свою пересмотреть. Кто у тебя хозяин? Кому ты сегодня отдаешь себя? Кому ты отдаешь свое время? Кому отдаешь свои мысли? Кому отдаешь свои силы, свои деньги, средства? Все твое, что даровано Господом, кому ты отдаешь сегодня? Если Господь Христос, воскресший управитель твоей жизни, на тебе печать будет принадлежности Господу. Это выразится в поведении, в словах, в разговоре, в служении, в поведении, в одежде, в прическе. Во всем это выразится. Однажды в Израиле, когда отступление было от Бога, они избрали себе идолов для служения. И тогда, что пророк Исаия восклицает, говорит, мы сделались такими, над которыми ты, как бы никогда не владычествовал. Следа не осталось, печати не осталось, что мы принадлежим Богу. Мы сравнялись с язычеством. Мы стали поступать хуже народов, которых ты прогнал из земли обетованной. Вот так было, когда люди поменяли Господина, когда они избрали себе других богов. Брат и сестра, кто в твоей жизни сегодня руководит? Когда мы стоим в преддверии пришествия Господа, когда сегодня раздается клич «выходи навстречу Господу», когда сегодня необходимо поправить светильник свой, кто твой Господин, кто управляет твоей жизнью? Честным будь, скажи, вечно все обнажит и откроет. Вы знаете, когда приходилось встретить одного молодого человека, он член церкви, и он думал, что он служит Богу. Определенные поручения в церкви есть, но делал это скорее по закону, потому что надо это делать, но не пламенея к Господу любовью. И так случилось, что Господь провел его через серьезную болезнь. И когда мне пришлось быть в той местности, мы встретились с ним, и он плакал и говорил, «Господи, я понимаю, почему Ты меня подвел к смерти. Я понимаю, что Ты от меня хочешь. Ты хочешь полной отдачи. Я торговался. Я не хотел в глубине действительно Тебе служить и принадлежать. Я не хотел страдать. Я не хотел униженным быть. Я не хотел расточать себя. Я хотел спокойной жизни. Я теперь все теряю». И он каялся и говорил, «Господи, если продлишь мою жизнь, пусть она вся Тебе будет. Ты теперь владычествуешь в моей жизни». Братья и сестры, неужели нам надо ждать от Бога каких-то ударов, потрясений каких-то? Не нужно. Достаточно посмотреть на Христа, на Его распятие, на Его любовь к нам, на Его жертву, чтобы мы рассуждали, если Христос умер за нас, то и мы должны жить не для себя, но для умершего и воскресшего. Чтобы молодежь, она не была такой беспечной, пустой, бесплодной, но чтобы были наполненными смыслом и желанием служить Богу. Это рождает добрый плод для Господа. И сегодня, друзья, есть время поправить свою жизнь. Кого Господь обличает Духом Святым, в бесплодной жизни, в половинчатой жизни, сегодня есть время поправить свою жизнь. Сегодня, сейчас, на этом собрании, когда Господь стучит в сердце, можно встать, сказать, «Я хочу исправить свою жизнь». Как вот здесь текст такой есть, «Исправьте пути ваши». Эти слова произнес пророк Иеремия, когда религиозные люди отступили от Бога. Израильский народ, когда они уповали, «Здесь храм Господень, храм Господень». Или мы можем уповать, что мы принадлежим к пробужденному братству. Братья и сестры, а у многих жизнь непосвященная и плотская. И иногда приносит служителям огорчение, и Господу скорбь приносит, когда полумирская жизнь, или подражание модам, или увлечение чем-то земным, мирским, иногда греховным. Это приносит слезы и переживания. Поэтому сегодня есть время исправлять пути, пока мы на дороге, пока Господь еще зовет к освящению, исправлению нашей жизни. Может, кому-то необходимо глубокое исповедание. Кто-то, может быть, по краю пропасти ходит, и заигрывая с грехом, имея мирских друзей, имея мысли, вы желаете покаяться? Пройдите, пожалуйста, сюда. Для вас Господь дает время сегодня. И вы знаете, друзья, никогда не надо думать, что я позже покаюсь. Назначает время Бог для покаяния. Поэтому сегодня Господь зовет к покаянию. Кто желает, пройдите сюда, пожалуйста, и помолитесь к Господу искренне и скажите, Христос воскресший, я хочу тебе принадлежать и больше никому. И пусть вас Господь в этом благословит, чтобы в вашей жизни созрел плод святости угодить Господу. Молитесь, пожалуйста, к Богу. Субтитры создавал DimaTorzok